Всем привет! Сегодня попробуем разобраться с управляющей конструкцией if. На русский переводится если. Если какое-то условие истина, тогда выполняй вот эти команды. Else это значит иначе. Во всех остальных случаях выполняй вот эти команды. Конец. Итак, как у нас работает if? Еще раз повторяю. Если в условии истина, тогда выполняются команды после then до ближайшего else. Иначе эти команды игнорируются и выполнение переходит на эту строку. Можно здесь несколько строк указать. Давайте запустим. Если истина, то напечатай истина. Да, все нормально. Если ложь, то выведется ложь. Давайте посмотрим, что за ложь у нас может быть. false, false, false. Ага, ложь. Ложь. Вот тут у меня для себя памятка, что в языке луа все значения, вообще все значения являются истинными для условий. Кроме значения false, булева, и значения nil. Ничего. Давайте попробуем nil. Также останется ложью, как я вам тут заявляю. Да, все так. Давайте попробуем ноль. Если ноль, то нет. А ноль? Ноль считается истиной в языке луа. И не только ноль. Хоть какое значение. Хоть отрицательное. Хоть строка. Хоть строка. Хоть какая-нибудь функция. Ну, сама функция. Ссылка на ее адрес. Например, print. Сложно уже, да? Так, ладно. Давайте попробуем подставить значения. Потому что кто же в настоящих программах не использует переменные. Все используют переменные. Если значение 1 меньше значения 2. Так, смотрим объявления переменных. Local знач равно. Одинарное равно это присвоить. 3. Значит, в значе 1 у нас тройка. В значе 2, 33. Запускаем. Отлично. Истина. Меняем знак сравнения. Больше. Если знач 1 больше знач 2, тогда что здесь будет у нас? Истина или ложь? Ложь. Все правильно. Нет, знач 1 у нас не больше 2. Поэтому идет переход на эту строку. И она выполняется. Так. Ну, какие еще можно с числами сравнения производить? Больше, меньше, понятно. Можно больше и равно. Например, смотрите. Сделаем тройку, тройку. Как вы думаете, будет сейчас истина? Больше или равно? Истина. Потому что они равны. Ну, можно в тройку занести четверку. Ой, точнее, в значении 1, значит 1 четверка. Тоже истина. Если занесем сюда двойку, запустим ложь. Так. Также можно использовать меньше или равно. Давайте сравним на равенство. Сравнение на равенство двух значений с помощью двойного равно. Не путайте с одинарным равно. Одинарное равно только в присваивании. Только когда присваиваете в переменную что-то. Ложь. Да, они не равны. Делаем наши переменные равными. Сравниваем истина. Все отлично. А как же сделать не равно? В отличие от других языков, ло это пишется так. Нак тильда. Тильда находится у вас на клавиатуре слева вверху. Где буковка я? Ё. Извиняюсь. Так. Если. Ага. Ложь. Давайте сделаем неравными наши переменные, чтобы это не равно, чтобы вот это вот выражение в результате выдало истину. Про выдало истину я вот хотел сказать. Смотрите. Так. 2 равно 2. Правильно, да? Возвращается истина. Если мы пишем 2 не равно 2, то возвращается ложь. Так. Что же еще? Можно использовать составные условия. Например. Ну давайте я уже без переменных. Если 1 больше 2, end, ключевое слово и, и 3 больше 4, or, это ключевое слово или, или 5 меньше 6, тогда делай то-то. Так. Ну почему у нас истина? Потому что здесь у нас получилась ложь, здесь ложь, и в сумме ложь. Но потом идет, если ложь или истина, 5 меньше 6, тогда выполняем вот это. Также если вы, ну с этим вы сами давайте разбирайтесь, сначала начните с простых условий. Хочу сказать про скобки. Про скобки. В сложных условиях, чтобы не запутаться, что сначала и с чем сравнивать, нужно использовать скобки. Например, вот так. Мы хотим, чтобы сначала у нас произошло сравнение вот этих двух чисел, потом вот этих, or, и иметь в виду, порядок был не такого вычисления. Вот это, вот это, а потом вот это сравнение. я обозначил скобками. Скобок можно ставить сколько угодно, только помните, что у открывающей скобки должна быть закрывающая. И еще хотел сказать такую вещь. Давайте опять вернемся к нашим переменным. знач равно знач 2. Есть еще ложь. Они не равны, да? Эквивалентом, значит, точно еще одним вариантом написания вот такого сравнения знач 1 не равно знач 2 будет вот такой вариант. Not. Переводится как не. Если не, а дальше идет какое-то выражение, если значение 1 равно значению 2, вот это вот не, оно переворачивает истину. Истина инвертируется, становится ложью. Так что, если у нас здесь есть, здесь есть вычислена истина, она становится ложью. И наоборот. Давайте посмотрим. Так же сработало, как не равно. Да, все так же. Отлично. Есть такой трюк. Я вам хочу показать. Смотрите. С этим Not. Например, A присвоить True. Что у нас в A? True. Если теперь A присвоить Not A, что произойдет? A инвертируется. Если там была ложь, то она станет истиной. Если была истина, то она станет ложью. Давайте посмотрим, что у нас в A. Отлично. А если мы повторим еще раз A присвоить A, Not A и посмотрим, что у нас в A. Истина. Это отличная штука для того, чтобы включать, выключать какой-нибудь флажок, который вы храните в переменной. Ну ладно. Надеюсь, вы сами додумаетесь для того, для чего это можно использовать. Последнее, что по if я забыл сказать. В языке луа есть еще такое ключевое слово else if. если значение 1 равно 1, пишем единица, else if, что такое else? вы уже узнаете здесь кусочек else, это иначе. Иначе если. Если значение если истина, то выполняем это. Иначе. Иначе будет рассмотрено следующее условие. Если значение 1 не значение 1, извините. Ну а да, если переменная знач 1 например больше больше 10, тогда печатаем значение 1 больше 10. Иначе. Иначе у нас осталось. А иначе печатаем меньше 10. Меньше 10 и не равно единице. Сложно уже, да? Больше 10. Так, что у нас значит 20? Давайте знач 1 единицу. Чтобы было ясно, что это текст. Да, вот. Равно единице. Так, давайте попробуем двоечку и посмотрим как у нас работает программа наша. Двойка. Меньше 10 и не равно единице. Что же происходит? Значение двойка. If сравниваем значение с единицей. Нет, нам это не подходит. Переходим на следующее сравнение. Else if значение больше 10? Нет, там же двоечка у нас. Нам это не подходит. Значит, перескакиваем через эти команды сюда. Это последнее else. Его можно писать в условии if else только один раз в самом конце. Или не писать. Его может не быть. Например, вот так. Если его нет, давайте пример. Пример, пример, пример. Меньше. Все правильно. Давайте я удалю. Что нам сейчас выдать программу? Программа ничего не выдала. Почему? Потому что в значении не единица. Значит, вот этот вот ход игнорируется. в значении один число двойка не больше десяти. Так что и этот текст игнорируется. Значит, if начинается здесь и сразу переходит в конец. Начинают выполняться какие-то следующие команды. Например, вот так. Print конец. Чтобы вы знали, что что-то происходит в нашей программе. Давайте конец. если мы добавим сюда else иначе, все будет хорошо. Else выполняется в любом случае, если не выполнились предыдущие условия. Если они являются ложью. Так. Да, у нас здесь было меньше десяти и не равно единице. Сработает? Сработало. Ну, я могу сказать, что можно делать вложенные условия. Если например, if внутри if. Давайте попробуем сюда. Вставим простенько какое-нибудь условие. А дальше все то же самое, как мы уже с вами обсуждали. Условия. Давайте еще с чем-то сравним. так. Если оно меньше десяти. Если оно ровно пяти. Давайте сравним вот так. Значит один равно давайте даже не так. Давайте вообще сделаем то, что помните нот. Нот есть значение на пяти. Так, подумайте, что здесь происходит. Если значение не равно пяти, тогда здесь будет истина. Давайте здесь напишем, что мало того, что у нас знач один давайте сделаем, чтобы понятнее было. здесь у нас знач еще и не равно что я здесь удалил скобочку скобку кавычку знач не равно пяти. Давайте вот так, чтобы смотрелось симпатично. и еще 1 не равно пяти. Давайте сюда пятерку запускаем. Значит один меньше десяти и не равно одному. Ну, все правильно. Здесь ложь, здесь ложь, иначе. Значит остается у нас этот вариант. Значит у нас значение меньше десяти и не равно единице. Дальше это условие смотрим. А здесь пятерка у нас. пять равно пяти здесь истина. Нод переворачивает истину. Делает ее ложью. Поэтому мы эту команду перескакиваем сюда до end и идем на end главного ифа нашего. Потом печатается конец. Ну, давайте тогда ладно, не пятерка. Все, заканчиваем. Шестерочка. Так. что-то у меня не сработало. Не равно пяти. Что же я тут такого наделал? Ладно, разберитесь, в чем моя ошибка. Я впервые использовал русские буквы в именовании переменных. В принципе, Луа поддерживает UTF-8. Значит, можно использовать символы национальных алфавитов. Но, честно говоря, я уже сталкивался с проблемами, что так что я вам советую все-таки все переменные называть латинскими буковками. Итак, мы перешли до ELSE. До этого я объяснял. Если значение не равно пяти, то еще вывести добавок. И еще значение один не равно пяти. Ладно, чтобы разобраться в том, что я вам сказал, возможно, вам придется посмотреть этот урок несколько раз. Надеюсь, рассказал проще некуда. Дальше мы посмотрим управляющую конструкцией while и repeat. Но это уже в следующем уроке. До новых встреч. Ставим лайки, подписываемся, шлем печеньки. Пока.